здравствуйте дорогие друзья вас приветствует галина конышева путь корнелиуса и топонимика где ставить ударение страсти по ежику неожиданно проходная заказуха 19 века но мы в общем то приходим к этому выводу что книга корнелиуса путешествие из архангельска москву это какая-то заказуха мы либо перевод заказной и это книга дала продолжение и сюрприз как для меня так и для вас дорогие зрители предыдущем фильме я зачитывала книгу главу книги путешественника по сути очередного агента запада 17 века корнелиуса брюэна и его путешествие из архангельска в москву в декабре 1701 года по комментариям по северу надо отдельно говорить по северу по архангельску по климату это отдельно мы поговорим а данный фильм посвящен одному только одному комментарию так вышло в котором меня поправили совершенно справедливо поправили в том что я неправильно поставил ударение сел и рек северных потому что я просто там не живу и не знаю как на самом деле ставится ударение абсолютно согласна читаю комментарии живу в архангельске зимой снега за городом человеческий рост в городе наметает сугробы будь здоров что говорить про леса а леса так вокруг тайга непроходимая расстояние огромные да галина неправильно произносит название шенкурск ударение на е то есть шенкурск березник на вторую е холмогоры они холмогоры то есть холма горы еще много других названий и так я благодарю за комментарий и за поправки на не первый раз меня поправляют в неправильном ударении некоторых названий и фамилий так два года назад я прочла фильме название автора орфографического словаря ожогова меня поправили не ожогов а ожогов а у меня внутри пошло сопротивление я стала искать источник который бы мне подтвердил ударение на первую букву фамилия оказалось что вероятнее всего сам носитель фамилии то есть сам автор словаря так себе поставил ударение для своей фамилии на первую гласную и стал ожигов но от какого слова произошла фамилия от слова ожог или обжиг ожиг обжиг если от слова обжиг или ожиг и ударение на первую гласную то тогда бы вторая гласная в слове стала бы и они е получился бы ожигов а так о ожогов йо или о то производная от слова ожог значит ударение на вторую букву падает и правильно произносить о ожогов они ожигов также я твердо уверена в ударении слова холма горы именно холма горы они холма горы еще в детстве мы смотрели советский фильм данелия сережа 1960 года фильм там весь сюжет разворачивается вокруг маленького сережи которого мама и очень не берут собой в холма горы именно в холма горы они холма горы не думай что бондарчук не знал где ставить ударение я стала проверять все названия так как мне само интересно почему я поставила ударение там где поставила они там где правильно как считают местные жители этот момент по местным ударением я поясню чуть позже так вот я читаю текст и называю незнакомое название ставлю ударение так как идет интуиция слово холма горы состоит из двух слов холм и горы холмы горы видимо так выглядела местность когда и дали это название здесь слово горы тянет на себя энергетически ощущается как главное ударное слово а холмы или холм второстепенное поэтому холма горы у ужегова уже горы тоже ударение на холма горы а вот название березник так я поставил ударение в советской энциклопедии березник я поставила неправильно ударение Теперь название Шен-Курск. Я ставлю ударение на Курск, а меня поправили, надо на Шен ставить. Но не идёт у меня так слово, как будто иностранное. Шен, будто кто-то не по-русски ставил ударение Шен-Курск. Ну, иностранец как будто говорил. Иду в советскую энциклопедию, там город, как меня и поправили, ударение на Шен. А вот уже сегодня Википедия, современная Википедия, ударение ставит на Курск. То есть Шен-Курск, как и я сказала. Мне слышится так более правильно. Из-за чего? Объясняю. Если у меня нет привычного штампа программирования, я говорю так, как идёт энергетическая масса слова, тяжесть, смысла. И в слове Шен – Курск. Оно идёт на слово Курск, а не Шен. А Шен – это по-французски оказывается цепь. А ещё слово Шен определяется как китайская религия. Но, наверное, смысл всё-таки цепь – Курск. Курск более близко. Курск, Курск по смыслу, чем китайская религия. Цепь чего-то, Курс по цепи, цепь гор, может быть так. Следующее ударение, где я неправильно поставила это слово КОТОРОСТЬ, я сказала, а мне поправили, что надо КОТОРОСТЬ. Я ставлю ударение на КОТОРОСТЬ. Здесь опять соединено два слова КОТО и РОСТЬ. Или РОСЛИ. Из Википедии КОТОРОСТЬ, КОТОРОСТЬ, старое название, река в европейской части России протекает по Ростовскому, Гаврило-Ямскому, Ярославскому районам и городскому округу Ярославль и Ярославской области. Здесь ударение КОТОРОСТЬ, река. И всё-таки, если я буду по отдельности осмотреть этимологию, то у КОТО есть у нас ещё, кто бы мог подумать, музыкальный японский щипковый инструмент наподобие цитры. Вот так. Вторая часть слова РОСТ или РОСЛИ, ну, явно русское слово и понятное. Но при чём тут японский щипковый инструмент и РОСТ? Какая связь? А что нам скажут официалы? Река КОТОРОСТЬ, взгляд на топонимическую загадку. И одной из самых больших загадок Ярославля, доставшихся нам от седой древности и сохраняющих актуальность данной не является название реки КОТОРОСТЬ. Здесь не стоит ударение. Прочитать можно как угодно. Необходимость постоянного использования этого гидронима, повседневной речи, нахождения этого объекта в исторической части города порождает особый интерес к этимологию данного необычного даже на первый взгляд названия. На сегодняшний день для объяснения названия КОТОРОСТЛИ или КОТОРОСТЛИ используется несколько версий, которые не имеют под собой научных изысканий и основываются лишь на внешнем созвучии названия с частями той или иной фразы. Ну, кстати, о чём я вам и говорила. КОТО или РОСТЛИ. Самая распространённая из этих версий, которые слева апеллируют к расположению реки относительно Волги как притока последней, при этом подчёркивается, что в древности славяне рассматривали стороны рек от их устья. Некоторые краеведы, замечая, что название реки ещё в XX века фиксировалось как КОТОРОСТЬ, пытались связать гидроним с именем города Ростова. Действительно получается заманчиво КОТОРОСТ, то есть река-дорога, которая ведёт к Ростову, либо, если идти ещё дальше, река, принадлежащая тому самому мифическому росту, который якобы основал Ростов. Но анализ ранних упоминаний топонима показал, что в документах XV-XVII веков название реки имеет несколько вариантов фракции, фиксации, наряду с формой КОТОРОСТЬ встречается и привычное нам КОТОРОСЛИ. И даже КОТОРОСТЬ, КОТОРОСТЛИ. Поэтому, к сожалению, установить на данный момент, который из вариантов названия более древний, не представляется возможным. Ну и дальше они, поскольку они сами сказали, что они не знают, как это называется, откуда это всё берётся, они дальше выводят к тому, что это не русское название, а это какое-то амфинно-угорское, естественно, основа названия КОТОРОСТЛИ, КОТОРОСТЛИ, КОТОР, КОТОР, так как среди восстановленных Ткаченко-мирянских слов такого слова не имеется, необходимо выяснить наличие подобных слов в родственных мирянских языках. Они не нашли наличия в мирянских словах, но они уже к нему подвели. КОДОР, КОТОР или КОДОР, или КОТОР, излученная, сбивающаяся река, либо река с излучинами. Некоторыми подтверждением данной версии этимологии названия КОТОРОСТЛИ является топонимика Любимского района, или Любимского района, или Района, или Района. В XIV-XVII веках, здесь в среднем течении реки Абноры или Обноры, располагалась административно-территориальная единица Костромского езда КОТОГОРСКИЙ СТАН. КОТОГОРСКИЙ СТАН. Именно в его пределах в 1538 году была построена крепость Любим. Ну, короче говоря, не знаю, тут КОТОРИОТ даже есть. Все-таки подводят к камерянским источникам, не к русским, к камерянским или финно-угорским, потому что, ну, так положено у норманистов. Это типичная, это официальная версия. Но русского ничего быть не может, потому что там не было славян, которые откуда-то вдруг взялись, непонятно откуда. И, собственно говоря, до них там был какой-то свой язык. Да, еще они его тут объясняют, как КОТОРО, ВРАЖДА РАСПРИА, БИТВА, ВРАЖДАВАТЬ. Ну, апелляция к данному слову представляется неубедительной. Это тут у них муки, творчество идут. Они ищут, ищут, как же это вообще оно могло быть. И вот в противном случае жители берегов КОТОРОСЛИ или КОТОРОСЛИ произносили бы фрагменты одинаково, не коверка и непонятное им слово. Вот КОТОРОСЛИ почти однозначно указывает на неславянский характер его. Запомнили, да? Теперь дальше у них здесь внизу они подводят к слову КОТОРОСЛИ КОТОР или КОТОР. То есть это не славянское слово, мирянское слово или марийское, извивающаяся река. КОДОР, КОТОР, извилина. Не славянское, запомнили. Ну, а мы находим в Большой Советской энциклопедии это же слово КОТОР или КОТОР. Вот он у нас, голубчик, КОТОР. Город и порт в Югославии, в Социалистической Республике Черногория, в глубине живописной КОТОРской бухты, наиболее крупной, на Адриатическом побережье. Значит, всё-таки у нас тут не Меря, не марийцы, а у нас всё-таки тут Югославия. Вот как не пытались, но слово КОТОР сказали, пожалуйте, в Югославии есть город и порт. Может быть, это как-то связано с этим местом, эта река, но ещё здесь есть КОТОРское восстание 1918 года. А вот то, что югославский, сейчас черногорийский город-пор КОТОР может быть связан с КОТОРОСЛЮ на севере, в Архангельской области, вот сейчас мне это пришла идея, потому что у меня уже был фильм «Ангара. Уголь. Предки знали всё». Это по наводке подписчиков, соратников, что говорили на одном языке, и «Ангара» — это наша Ангара, и территория Узбекистана, Руси, Юга, Крым, Сибири была одним целым. И там тоже был уголь, и тоже созвучные слова с Ангарой. Ангара, Анкара в том числе. Посмотрите этот фильм. Так что, возможно, мы сами того не подозреваем, вот я наткнулась на этот город КОТОР. Спасибо, что вы обратили моё внимание, что я неправильно сказала. Если бы не это, то прошло бы это мимо, я бы вообще-то не запомнила. Я стала изучать, я стала смотреть. И, возможно, что они как-то связаны. Надо будет просто проверить эту версию. Ну и какой же вывод из всего этого сделаем? На 90% не зная того, как правильно, интуитивно я поставила ударение там, где оно просится, кроме названия «Березник». Теперь по местам ударениям. То, о чём я говорила в начале фильма. Когда-то давно, в 80-е годы, у нас был садовый участок на берегу села Ворсма, Горьковской области. Сейчас это город Ворсма, Нижегородской области. Там проводили лето, всё детство и юность. И говор местных детей отличался от городского. Так, например, помимо оконья, мне врезалась в память один случай. Местные девчонки купаются, играют в воде. Одна кричит другой. «Да не брызгайся ты!» Говорю же, не брызгайся! «Ну чё ты брызгаешься?» Конечно, это местный диалект, правильный по смыслу «брызги». Значит, не брызгайся, что ты брызгаешься? Затем в Москве есть улица под названием Дербеневская у Павелецкого вокзала. Опять же, если вы не знаете, где ставить ударение, то оно само пойдёт на Дербенёвская, потому что буквы «ё» нету, там стоит «е». И вот слышится и хочется сказать «Дербенёвская». Она на самом деле Дербеневская. Из-за того, что убрали букву «ё» в раскладке клавиатур из книг, из печатных изданий, что является диверсией, на мой взгляд, и подлогом. Потому что, а как трактовать законы? «Ёжик» или «ежик», «поёжица» или «поежица». «Поежица» – это что за действия? «Надёжный» или «надежный», «заём денег» или «заем денег». А если ещё в слове и ударение переставить, вот вам и новые языки. «Ежик» – «надежный», «надежный». Приучи группу населения переставлять ударение, они через некоторое время друг друга не поймут. На слух. «Текстово» – «да». А если ещё это и на латиницу перевести, этих ежиков, заемов и надежных, вообще красота. А что, если суржики на речи так и появились? Население изначально знало одно звучание языка, удары, смыслы, энергетику. А катаклизмы с чего вдруг? Нет. Захватчики, уничтожая население, вынуждая его перемешиваться, мигрировать, и далее оседают на новом месте уже со своими наречиями. Однажды не так сказанными кем-то, просто по ошибке, может быть, кто-то исковеркал слова, закрепляются, и вот уже вся местность через некоторое время говорит не «холмы» и «горы», а «холмогоры». Вот как это звучит? «Холмогоры». Вот мне это поправили. Всё-таки это «холмогоры», а не «холмогоры». «Холмогоры» – это когда-то кто-то сказал, исковеркал слово, и пошло на местности, что якобы вот так вот правильно. Нет, это неправильно. А кто-то не выговаривал буквы, как немцы в немецкой слободе. Поэтому у них не госпиталь, а шпитал. А там рядом школа. Школа нам тоже говорят, что это не наше название. Не наше. Английское «school». Видим латинскую «ше» – «школа». А вот если не шепелявить, получится «сколо». Как вам? А «кола» – солнце, свет знаний. Значит, западники взяли наше «с-кола» и стало у них «скол». Далее шепелявый переводчик сказал, что это не «скол», а «ш-кол». «ш-кол», «ш-кол». И получилось «ш-кола». И нам мы сочиняли, что это с латинского. А не-не-не, не с латинского, а уже с греческого. И оказывается, обозначает это досуг и отдых. Нет, ребята, это нашенское слово. С-кола, с солнца, со светом знаний. Как-то так. Ну и как паровоз вагоны, прицеп «кола», «кольский полуостров». Замкнули тему «севера» и «корнелиуса». Корнелиуса. Корнелиса. Еще говорят «корнелиса». Корнелиса. Из Архангельска в Москву. Его путешествия. Так что с ударениями, как правильно и как неправильно, в неясных, необщих языковых группах большой-большой вопрос. Для местных, привыкших к определенному звучанию, это звучит неправильно. А откуда пошло это звучание? Они и сказать не могут. Вот я вам еще подкинула почву для размышлений. Или размышленней. Каких еще мышей? Новое мышление – это гласность, консенсус, перестройка, как говорил один персонаж. Там, где собака порылась. Из одного комментария целая тема выросла. И опять мы видим, что не так все просто. Опять чьи-то липкие следы в нашем языке. Ох уж эти язычники! Гундяева на вас нет. Или Гундиева. Или Гундаева. Гундаева, Гундаева. Ну и почему, собственно говоря, язычники зовут язычниками? Как понимать? Это язык в голове, как часть головы, которым говорит тело, тело, язык. Язык как речь. А язык тела – это шифр. Следите за руками. Наперсточников. Или наперсточников. Нет. Наперсточников. Но нет, останавливаюсь на данном видео. И так много есть над чем подумать. Всем благодарю за внимание. Благодарю за помощь каналу. Приходите на наши прогулки подопотопной Москве. Скоро будет, кстати, по немецкой Слободе. Будет очень интересно. Благодарю за внимание. С вами была Галина Конышева. До свидания. С вами была Галина Конышева.